Так, был у нас вопрос по поводу крестообразной связки. Передней крестообразной связки. И все реально, мне кажется, и потом уже будет проблем у меня куча. У тебя-то чего? Ну, я неправильно крестовую связку буду растягивать. Или занимать, или тренироваться, или что там с ней делать. Я же не знаю, что это такое даже. Но мне это надо. Слушай, а где здесь избранная, ты знаешь, в Телеграме? А ой, бляха, было уже. Ммм, Катик. Было, было, было. Оно прошло. Ооо, вот оно. Вот, короче, смотри, нам подписчик задавал вопросы вот тут прям. Башка кружится. Значит, поприветствовали. У меня частичный разрыв ПКС уже прошел месяц. Можно уже делать растяжку собственным весом. То есть, в видео там показано ставить ноги на стул и под собственным весом держать определенное время. У меня частичный разрыв ПКС. Разрыв латерального мениска по вертикали 3b. По стулер. Гонартроз первой степени. Бурсит ганглиокиста. Но у меня для начала нужно на ноль разогнуть. Тут есть проблема. В кровати разгибается, наверное, потому что проседает таз, а на ровном полу не до конца. Поэтому мне нужно знать, чего начать и где я нахожусь сейчас, на каком этапе. Значит, смотрите, у вас еще только месяц после травмы. Поэтому вообще разработка идет от полутора месяцев, начиная и дальше. То есть еще недельку-две вам активные растяжки точно не советовала бы я. Но есть такой момент. Это с удержанием, с фиксацией. То, как было показано в видео, вот это вам пока делать не нужно. Вам на начальном этапе после травмы, независимо от того, было у вас оперировано колено с передней крестообразной связкой, либо она у вас была частично разорвана и вам не делали операцию. Там, я смотрю, еще смежные диагнозы есть. Вам нужно начинать выпрямлять ногу именно с активно-пассивного движения. Что это значит? Это значит, сидя, либо лежа, можно на полу, можно лежа в кровати, можно сидя, вы берете и выполняете скольжение. То есть, вы мягко выпрямляете ногу до выпрямления и опять сгибаете. Выпрямляете и сгибаете. То же самое, по вашим ощущениям. То есть, до ощущения натяжения и легкой боли. Если вы оцениваете боль по десятибальной шкале, то на три до пяти это потолок. Еще лучше, что делать, если вам нужно именно выпрямление. Тоже, вы максимально выпрямляете ногу из этого положения. Удерживаете ее самостоятельно. Не нужно никаких пока весов. Ничего. Это именно первый этап. Потому что вы написали о том, что вам нужно вывести ногу на ноль. Ноль это прямая нога. Если у вас при этом еще есть ортез, который выставляется по углам. И у вас, например, нога присогнутая. Выходите на присогнутой ноге. А на ноль она у вас не выходит. Там есть ортезы и циферблат. И циферблат, в который вы вставляете именно углы. Вы по одному градусу можете добавлять в сутки. Либо вдвое суток, в зависимости от ваших ощущений. И так потихонечку выйдете на ноль. Во время ходьбы. Значит, если у вас есть подобного плана ортез. Ну, вообще обычно рекомендуют приобретать людям, у кого были повреждены связки после операции. Либо даже если это не было операцией. Вам нужно восстанавливать коленный сустав. Его рекомендуют приобретать. Чем он удобен? Он удобен тем, что вы можете выставлять как углы сгибания потихонечку добавлять. Точно так же вы можете добавлять углы разгибания. Причем, вы можете эти углы фиксировать. Каким образом? То есть, вы выставили, допустим, на плюс 3 градуса в сгибании. И постоянно будете ходить на присогнутой ноге. То есть, больше вы ее разогнуть не сможете за счет именно этого ортеза и стопора в этом ортезе. Точно так же вы можете выставлять углы максимальные. Например, сгибание, не знаю, до 90 градусов. Потому что, обычно, долгий период вам нельзя будет сгибать ногу свыше 90 градусов. А потом, разгибание, например, на 0, чтобы она не переразгибалась. Там, по-моему, до минус 3 есть вариант переразгибания в коленном суставе. Вот вам, например, на начальном этапе не нужно это переразгибание. И ваш ход ноги будет, например, от 90 до 0 или от 90 до 2 градусов, если вы еще до 0 пока не дошли. Потихонечку вы можете добавлять там с плюс 2 до 1 до 0 и таким образом разрабатывать. Это именно на начальном этапе, когда только-только произошла операция или только-только произошла травма, нужно восстанавливаться. Также вы можете делать упражнения, например, сидя на высокой поверхности. К примеру, это может быть стол, когда ваша нога находится на весу. И выполнять вот такие вот движения маятникообразные вперед-назад для сгибания в коленном суставе. Это находится, допустим, вы находитесь на высоком столе. Под бедро мягкий валик какой-нибудь положили, да, и вот она под собственным весом сгибается-разгибается. Это для сгибания. Для разгибания, я еще раз повторяю, берете, одеваете носочек или в постели, или по полу. Выполняете мягкое скольжение сначала несколько раз в одном подходе, например, 10, 15, 20 повторений, а потом растяжение и фиксацию. Например, растянули, считаете 1, 2, 3, 4, 5, 10 либо 15, вернули мягко ногу на место. Опять растянули, посчитали и таким образом. Это нулевой этап разработки после травмы. Если есть еще вопрос, задавайте. Да. Потому что там много чего еще надо рассказывать. Можно, скажем так, рассказывать. Но вот именно по этому вопросу такой ответ. Не, может у вас есть возможность на реабилитацию когда-то записаться. Ну там давай, в очередь вам все расскажут пока. Да, 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 все верно. Используйся на карты. Пока, пока. Пока.